Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать интересную, но достаточно печальную историю про одного мошенника, которому удалось развести моего друга Айсфокса на аккаунт в ТикТоке, на котором 300 тысяч подписчиков. И самое интересное в том, что Айсфокс не собирался никому продавать свой аккаунт в ТикТоке, то есть ему нравилось этим заниматься. Поэтому, как мошеннику удалось получить доступ к его данным, это вообще очень интересная история, которую я вам сейчас собираюсь рассказать. Не забывайте ставить лайк на это видео. Ну и всё, давайте начинать! Начнём с того, что Айсфоксу сейчас 14 лет, ну если я не ошибаюсь, и у него, можно сказать, нет денег, то есть он нигде не работает, с ТикТока он получал, ну рублей по 200 там ему донатили, это очень мало. С моих видео он тоже раньше получал немного, ему там хватало только на донат в БС и всё. То есть денег у него нету. И тут ему неожиданно пишет какой-то человек, вот, вот с этой замечательной аватаркой, какой-то девочкой из аниме, я вообще не знаю, что это такое, и предлагает купить его страничку ВКонтакте за 5000 рублей. Представьте себе, да, 5000 рублей за страничку ВКонтакте. Давайте посмотрим на эту страничку ВКонтакте. 400 подписчиков, 20 друзей, ну несколько картинок, ничего здесь такого необычного нету. То есть обычная страничка ВКонтакте, я уверен, что у многих из вас то же самое, но только может поменьше подписчиков и всё. То есть разницы никакой нету. Айсфоркс, конечно же, не глупый человек, он понимает, что это очень сомнительное предложение, начинает его там расспрашивать, и этот скупщик неожиданно повышает цену. Он ему предлагает уже 6000 рублей за его страничку ВКонтакте. Ну это просто жесть, какие 6000 рублей? Она стоит там, не знаю, рублей 200-300, никак не больше. Айсфоркс решил посоветоваться со мной и с остальными там сокланами, написал в общую беседу. И я ему написал следующее, что согласиться можно, но, во-первых, нужно взять деньги вперёд, нужно предупредить всех подписчиков, что ты продаёшь страничку. И в-третьих, нужно, ну, сделать какую-то гарантию, что этот скупщик не будет там вымогать деньги. Ну то есть убедиться в его честности. Вот три пункта, которые нужно сделать. Ну потому что я понимаю, с Фокса это деньги очень большие. Ну представьте себе, да, в 14 лет просто 6000 рублей заработать за какую-то страничку ВКонтакте. Он там даже, ну, ни с кем не общается. То есть эта страничка ему, ну, особо и не нужна. Он хотел там создать новую, пригласить туда там друзей добавить и просто общаться с новой страничкой. Я не считаю, что это он там предал свою аудиторию там и так далее, потому что ВК он почти ни с кем не общался. То есть это просто, ну, просто лёгкие деньги, так скажем. Но, как вы сами понимаете, лёгкие деньги это всегда очень большой риск. Вначале, конечно же, Айсфокс решил проверить этого скупщика, посмотреть там отзывы и так далее. И давайте вот вместе с вами сейчас посмотрим на страничку этого скупщика. Итак, Диас Арсенов уже какое-то очень странное имя, скорее всего, вымышленное. Далее Аватарка очень непонятная, какая-то девочка из аниме. Ну, конечно, всё по стандарту, какие-то картинки каких-то левых людей, типа топ-покупатель, советую. И куча отзывов. Смотрите, тысяча отзывов тут у него. Так, лучший покупатель, советую. Всё прошло без обмана. Всё хорошо, так, не обманули. Ничего не замечаете? Посмотрите внимательно. Три заблокированные страницы подряд. Знаете, что это такое? Это означает, что, скорее всего, эта страничка была взломана. И, вероятнее всего, вот этот вот Диас замечательный сам написал это сообщение. То есть, обманом получил доступ к чему-то аккаунту, далее написал вот этот вот комментарий, и потом страничку заблокировали. И это не просто моё предположение, я это знаю, потому что со страничкой из Фокса он сделал то же самое. Написал сам отзыв, я вам позже это покажу. Ну, а сейчас... Вот это вообще, кстати, угарное сообщение. Ну, теперь вы знаете, кто это такой, да? Вроде бы честный гарант, да? Ну, точнее, не гарант, а скупщик. Тысяча отзывов, всё так честно. Ни одного негативного, никого не обманывал. Вообще молодец. Ну, и давайте я вам сейчас расскажу, как же проходила эта сделка. Значит, вот этот вот Диас, давайте его называть нормально, мошенник. Начал убеждать Айс Фокса, что он честный человек, кинул там ссылку на своего друга, чтобы тот подтвердил, что типа сделка с ним прошла успешно. Айс Фокс сам пообщался с его другом и решил, что можно рискнуть и кинуть данные от странички ВКонтакте вперёд. Это была очень большая ошибка, вы позже поймёте почему. Я предупреждал Айс Фокса, что надо вперёд брать деньги, потому что у Айс Фокса есть хорошая репутация, а этот скупщик никто, его никто не знает. Эти отзывы могут быть накручены, ну, так в принципе и есть. Айс Фокс почему-то, ну, так скажем, как это называется, забайтился на деньги и кинул данные от своего ВК вперёд. Но деньги этот скупщик ему не отдал, потом он сказал следующее, да, я тебе сейчас скину, но можешь сделать ещё кое-что. Вот у тебя есть ТикТок, я хочу тебе сделать подарок для видео. Для этого тебе нужно отвязать номер телефона от своего аккаунта, и тогда я тебе сделаю прям крутой подарок для видео. Айс Фокс не понял этого момента, но потому что он уже дал данные от аккаунта ВК, и как бы, ну, терять на его взгляд было нечего, и он решил отвязать номер. И это была просто самая огромная ошибка. Дело в том, что в ТикТоке есть привязка к страничке ВКонтакте, и если какой-то человек получил доступ к вашей страничке ВКонтакте, то он может получить доступ к вашему ТикТок аккаунту, ну, если там отключить защиту по номеру. Ну, айс Фокс эту защиту отключил, он просто не знал, что так можно. И мошенник в ту же секунду зашёл на его ТикТок аккаунт сразу же, прям за минуту там, ну, он, видимо, уже опыт был, поменял пароль, поменял номер, и всё, Айс Фокс выкинуло из его аккаунта в ТикТоке. Ну, и, конечно же, этот мошенник сразу же заблокировал Айс Фокса, потому что смысла общаться уже нет. Он получил доступ и к страничке ВКонтакте, и к ТикТок аккаунту, на котором 300 тысяч подписчиков. Ну, я, конечно же, сразу же написал в своём Дискорде, что нужно заблокировать, точнее, накидать жалоб на аккаунт в ТикТоке, на аккаунт в ВКонтакте. Это, кстати, помогло, аккаунт в ТикТоке заблокировали. Дали страничку ВКонтакте, там тоже, в общем, удалось вернуть Айс Фоксу. И сейчас вот, в данный момент, аккаунт в ТикТоке, он находится в бане. Но, к сожалению, этому скупщику, мошеннику, возможно, удалось продать этот аккаунт, потому что он сам написал сообщение со странички Айс Фокса, что якобы он получил там 60 тысяч рублей за этот аккаунт. Это не Айс Фокс писал, это вот этот вот мошенник. Также этот мошенник написал себе отзыв, типа Айс Фокс продавал аккаунт в ТикТоке. Ну, это вообще полный бред. И всё прошло успешно. То есть, ещё себе один отзыв накрутил. Сейчас всё нормально. Ну, ещё раз повторюсь, что страничку ВКонтакте Айс Фокс вернул. Ну, это, в принципе, не сложно. Ну, аккаунт в ТикТоке находится в бане, а Айс Фокс пытается его восстановить. Но всё равно этот мошенник, скорее всего, успел кому-то продать этот аккаунт в ТикТоке. Ну, вот как он написал за 60к. Но это просто жесть. Я не понимаю, вот зачем так нагло наживаться на чужих людях? Просто 60к на чужом аккаунте? Ну, и причём никакое заявление в полицию на этого человека не подашь. У него какая-то девочка на аватарке, какое-то несуществующее имя. То есть, это вообще никто, какой-то ноунейм. Поэтому знайте, что существует вот такой вот интересный способ развода. Через страничку ВКонтакте можно получить доступ к ТикТок аккаунту. Ну, и знайте, что такие вот мошенники с несуществующими именами, какими-то непонятными аватарками, которые просто хотят на вас поживиться, вас обмануть, и никакие деньги не собираются вам отправлять. Ну, что ж, на этом всё. Ну, а по поводу истории с Айсфоксом, она ещё не закончилась. Я вам, ну, если вам будет интересно, я обязательно расскажу, удалось ли Айсфоксу восстановить свой ТикТок. Ну, пока что он этим занимается, там, в техподдержке ему уже ответили, попросили там полную информацию. В общем, я надеюсь, что всё получится. Ну, а на этом всё. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok